Доброго дня, друзья! Это Эли Сейф. Все вы абсолютно точно с давних лет знакомы с серией игр Assassin's Creed. Одни из вас тонули с головой в их квестах и сюжете, другие играли только из-за возможности карабкаться по стенам и крышам средневековых городов, третьи же как минимум хоть раз о них слышали и наверняка видели какие-нибудь арты и косплеи. В любом случае, вам просто не мог не запомниться внешний вид этих скрытых убийц, ведь они удивительным образом сочетают в своей одежде белый, красный и черный цвета, получая в итоге образ, сводящий с ума тысячи геймеров по всему миру. И совсем недавно мне на глаза попался трансмог Ассасина World of Warcraft, который я просто не смогла проигнорировать. Именно о нем и пойдет речь в этом видео. Но сперва небольшое пояснение. Насколько я поняла, автор этого наряда воссоздавал образ Ассасина Эдсо Аудиторе из второй части серии, и демонстрировал он его на модели человека. Но поскольку люди в Варкрафте невероятно накачаны, я решила, что данный трансмог лучше будет сидеть на эльфах крови, так как они имеют более стройное телосложение, под стать крайне подвижному образу жизни Ассасинов. Именно поэтому у вас на экране модель эльфа, а не человека. С пояснением все. Переходим к более детальному рассмотрению этого набора трансмогрификации. Сам костюм полностью кожаный, и пара вещей из него доступна только разбойникам. Поэтому и носить его именно в таком варианте смогут исключительно представители этого класса. Однако вам никто не запрещает заменить некоторые элементы на доступные конкретно вашему персонажу, если есть такая необходимость и желание. Теперь я расскажу о каждой из вещей более подробно. Капюшоном тут выступает головной убор Алейны, достать который смогут только персонажи Альянса сотого уровня в ходе выполнения сценария вторжения на расколотый берег. На плеч быстрого ветра или любой другой с аналогичной моделью красуется соответственно на плече. Добыть его несложно, особенно на актуальной версии игры, так как эта модель появилась после катаклизма. Таинственности нашему ассасину придает обветренный плащ Гаррока, дающийся за квест в Дреноре. На груди кожаный мундир гневного гладиатора. Покупается только разбойниками за три почетных знака в Старом Долоране. Церемониальная белая рубашка здесь нужна для того, чтобы скрыть оставшиеся части рук, которые не скрыл нагрудник. Купить ее можно на аукционе. Перчатки жителей льдов и наручники Тарбаша защищают руки и запястья. Первое делают кожевники, а второе дается за квест в Нордсколе. Пояс Ночного Убийцы падает в Огненных Недрах для разбойников 60 уровня. Кожаные набедренники гневного гладиатора доступны тоже только этому классу, но уже на 80 уровне, и падают они из босса Фрейда Хранилища Аркавона. Там же падают и сапоги разгневанного гладиатора. В качестве оружия используется абордажная сабля Гагридона, дающаяся за квест в пустошах. Вот и весь трансмог. Более подробно вы можете изучить его, перейдя по первой ссылке в описании. Как по мне, это просто идеальный вариант для отыгрывания роли ассасина. Да и в целом это просто довольно красивый и необычный облик для разбойников. Друзья, а что вы думаете на этот счет? Как вам такое? Обязательно делитесь своим мнением в комментарии. Мне правда будет очень интересно узнать, что вы думаете. На этом у меня пока все. Спасибо за просмотр. Желаю вам продуктивного дня и хорошего настроения. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok